И снова здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Эш, и сегодня мы с вами вспомним, что же интересного и знакового выходило за этот год среди музыкальных релизов. Лично я не очень люблю подводить никакие итоги по окончанию года, так как просто-напросто не хочу воспринимать 31 декабря как какой-то там, ну, дедлайн или какой-то крайний срок, которому нужно отчитаться о проделанной работе, ну и соответственно о каких-то там достижениях. Вместо этого я предлагаю нам с вами провести некоторый вот такой рекап, да, вот повторение всего, что было за этот год, чтобы восстановить, наверное, в памяти самые интересные музыкальные работы и, конечно же, рассказать тем людям, которые присоединились к каналу в течение этого года, чем мы тут с вами занимались и что конкретно обсуждали. Проще всего и, наверное, быстрее всего будет начать с поп-музыки и с поп-релизов, соответственно, которых я выделил для себя не так много, как другие ютуберы, блогеры, обзорщики и прочее. Но это не означает, что они хоть как-то там были хуже. Очень хочется впихнуть в этот сегмент и альбом от Тайлера-криэйтора Игорь, но все-таки уж лучше его традиционно обсудить, наверное, в контексте хип-хоповых альбомов, как все-таки дань уважения к прошлым его работам. Так вот, лучшими поп-альбомами года можно назвать следующие работы. Ариана Гранда «Thank you, Next» — это та самая удачная комбинация поп-вокалов и трэповой аранжировки, которая удивила меня на тот момент. Даже сейчас я помню этот вот этот заводной флексовый бит на треке «Bloodline» вместе с грубовой припевной линией. Конечно же, и традиционный R&B-поп песнопение от Арианы, ну, тоже здесь хватает. Затем альбом из двух частей от Марины — Love Plus Fear. Работа стала во многом открытием и очень даже позитивным, неожиданным даже, немножко даже, даже. Поскольку обе части содержат довольно, ну, глубокое смысловое содержание при поп-аранжировках и сильном вот этом томно-объемном вокале. Первая половина альбома мне нравится слегонца больше второй, что не отменяет, безусловно, того факта, что отголоски продакшена 90-х до сих пор всплывают в моей памяти до сих пор. Я два раза сказал до сих пор. Пофиг. Куда ж нам без Лана-то? Альбом Лана Дель Рэй. Норман фрикен Роквелл, да? Тут не совсем так, но вы поняли. Это, наверное, самый инди-ориентированный альбом от Ланы, где в звуке все меньше поп-музыки и все больше какого-то, ну, хиппи-родска. Плюс трэповая основа в аранжировках тоже никто еще не отменял, что позволило голосу Ланы зазвучать совершенно по-новому и по-свежему. То есть очень-очень здорово. Наверняка у вас может возникнуть вопрос, а что же насчет Билли Айлиш, да, например? Я вам отвечу, ни-че-го. Честно, альбом Билли Айлиш When Will Fall Asleep Where Do We Go не нахваливает только меньшинство, к которому я, конечно же, принадлежу. Слушатели и критики находят вот в этом шепотливом вокале и минималистичном инструментале определенное новаторство, но я же слышу просто-напросто полушепот на типичном сухом поп-звуке про подростковые темы. На мой взгляд, это далеко не самый лучший альбом в жанре современного попа, но все-таки статистика просмотров и продаж говорит об обратном. С электронной музыкой у нас тоже было все не так богато и разнообразно, как могло бы быть на самом деле. Конечно, мы с вами и обозревали об сольник Тома Йорка и вполне достойный альбом Аппарат, да? Но для себя в этом году я выделил следующие релизы. The Chemical Brothers, No Geography, оказался хорошим альбомом в том жанре, от которого меня клонят в сон. Его техно-основа и длинно-тягучие аранжировки, где каждый звук ориентирован на живую танцевальность и длительность, нежели на концентрацию динамического контента, для меня они очень удачно работают. Тем не менее, факт остается фактом все-таки. Для такой стилистики это действительно достойная работа от классического коллектива. Альбом Flume, Hi, This Is Flume, считаю лучшим электронным альбомом 2019-го, ввиду того, что я не натыкался в этом году на такое количество разнообразия и динамичного инструментала среди других битмейкеров и продюсеров. Если вы ищете что-то на грани между вот этой мейнстримной бэнгеровостью и новаторской экспериментальностью, то я очень рекомендую вам заценить именно эту работу и, конечно же, обзор посмотреть. Но, если вас интересует вот альбом не для всех или для элиты, то альбом Shushu Girl with a Basket of Fruit наверняка справится с вашими высокими духовно-музыкальными потребностями. Его звучание и содержание предоставляют реально очень высокий порог вхождения, поскольку, ну, все-таки такая гремучая смесь из аналоговых электронных инструментов вместе с шумогенераторами и какими-то реально кастрюлями под вечно трясущийся вокал, вряд ли будет легко слушать тем, кто не готов к таким стилистикам, особенно для тех, кто будет это слушать впервые. По тексту такая же примерно история. Имеем разброс от сюрреалистичных духовных скитаний до ультра-реалистичной картины линчевания Мэри Тернер. Но, опять же, из элитарных альбомов я вряд ли смогу выделить что-то получше этого. По хип-хопу дела были, конечно же, намного более разнообразны. Но за весь этот год в итоге я для себя могу выделить, ну, всего лишь некоторые релизы. Все потому, что тот же альбом NF The Search оказался депрессивнее самых мрачных и грустных метальных альбомов года, релиз Post Malone Hollywood's Bleeding оказался какой-то копиркой и копиркой самого себя, а альбом какого-нибудь Скарлорда и же с ними, ну, просто унылым барахлом, если честно. Поэтому имеем то, что имеем. Из русскоязычных мог разве что похвастаться толковым альбомом, ну, Локи Мин, да, с его «Сожги этот альбом». Пускай Панкота в альбоме звучала как слегка припудренный король и шут, а привычные для него треки теряли в агрессивности, в угоду какой-то плаксивой депрессивности, это все еще годный альбом года для русскоязычного рэпчика. Как раз потому, что Многознал ничего, кроме двух треков, кстати, не выпустил. Если бы выпустил полный какой-нибудь релиз, даже и пишку, наверняка его альбом был бы указан, ну, вместо работы Локи. Традиционный западный рэпчик порадовал в этом году альбома Machine Gun Kelly Hotel Diablo, где был подан вот этот абсолютно весь концентрат годноты, на которую способна нюскульная трэповая стилистика в комбинации с поп-роковым там и поп-панковым вайбом, который был многократно все-таки испоганен приглашенными исполнителями. Если бы убрать все эти фиты, их сомнительные песнопения и стихосложения, которые, ну, никак не клеились никоим образом с посылом альбома и его духом, альбом бы только выиграл. Дэнни Браун, You Know What I'm Saying, это такой же толково классный альбом, как и MGK, но уже такого олдскульного формата, где ценится вот эта многоступенчатость, рифм и эстетичность бита, асэмплирована со старых каких-нибудь пластинок. Это один из тех релизов, которых требует голова и сердце после засилия нюскульного бубнижа под пердящей биты с триольным флоу и бестолковым текстом. Здесь же уличные истории, поданные понятно и креативно, естественно, под грубовую читку и бит. Лучшие для меня альбомы в хип-хопе это Брэкхэмптон Джинчер и, конечно же, Яловулф Гетто Ковбой. Брэкхэмптоны звучат все так же эмоционально и максимально музыкально-динамично, как на ранних сатурациях. Забывая про сомнительный предыдущий релиз, который был по-своему, на самом деле окей, но показывал такой вот спадающий тренд их креативного потенциала. В имбире же, да, идет позитивный откат от этого дела, плюс максимальная меланхоличная эмоциональность, которой хотелось очень и очень долго. Насчет же Яловулфа, я его музыку люблю по умолчанию, но Гетто Ковбой оказался возвращением его к кантри-рэп-стилистику после довольно неоднозначного вот этого ранка мюзик очередного, который был все-таки стерильной трэпчиной. Здесь же за такие треки, как Lightning, Country, Reach, Ride or Die и многие другие стоит только отвесить вот нижайший, самый нижайший поклон маэстро. Альбом Tyler The Creator Игорь стоит для меня, ну, немного особняком, поскольку к поп-музыке его причислять рука как-то не поднимается, а в хип-хопе по стилю ему реально делать нечего. Здесь идет такой же уровень мелодраматичности и эмоциональности, как у бракхэмптонов, только с большим количеством пения, нежели читки и какой-то там рэп-ритмики. Это, безусловно, качественная, очень хорошая работа, но я бы лучше переслушался с намного большим удовольствием прошлогоднего цветочного пацана. Альтернативная инди-музыка в этом году у нас предоставлена, но чуть побогаче, чем в прошлом году, по целому ряду причин. Во-первых, поп и хип-хоп артисты в этом году начали креативить по-разному до той степени, что их становится все сложнее причислять к их устоявшимся и традиционным жанрам. А во-вторых, нам были даны некоторые высококлассные альбомы как раз именно в альтернативных и инди-стилях. Во-первых, это группа Скриптонита, то есть с альбомом Solitude, который EP, но не суть важна, вы поняли. Это одна все-таки из самых главных русскоязычных работ года наравне с релизом Short Paris «Так закалялась сталь». Скриптонит сделал неожиданный для меня ход в трип-хоп и выдал несколько мощнейших треков с медленной получиткой полупением под живой аналоговый инструментал. Ощущалось, что ему намного интереснее и кайфовее делать что-то трип-хоповое, нежели требуемое массами «Своя сука такая тупая». И даже если Скрипт больше не будет петь высокоэмоциональные песни про отношения, этот релиз все равно останется одним из его сильнейших. Short Paris дали нам намного более роковое индустриальное звучание, которое можно было бы упомянуть, кстати, среди электронных релизов, но по своему духу он больше чувствуется как аналоговый акустический проект с живым вокалом, нежели какой-то там электронный. Он дает такие биты и оригинальные тонны гитары, которые никто другой не дал среди русскоязычных артистов, при этом не перегибая палки в сюрреалистичности. Действительно один из самых уникальных релизов года. Из западных же коллективов большинство слушателей и критиков отмечают две части альбома Falls, но я не очень-то и могу для себя выделить их работы полностью как знаковые в этом году. Конечно, безусловно, была пара-тройка интересных и динамично-танцевальных треков, но и мне предпочту последний альбом Cage the Elephant Social Cues, который был намного более концентрирован в высококлассном вот и качественном звуке и интересно личном текстовом посыле. В результате Слонов же я однозначно выделяю для себя как один из самых интересных инди-рок альбомов. И это, конечно же, не означает, что последние альбомы Low Roar или сольник Дени Уорс на паз звучат хуже или слабее, как и интереснейшая работа от Black MIDI, но именно вышеупомянутые для меня релизы остаются на правильном балансе между вот этой музыкальностью и содержательной креативностью. Итак, мы плавно подходим к рок-музыке, которую практически не отличишь от метальной и инди-музыки на сегодняшний день. Конечно же здесь будет Tool Fear Inoculum – долгожданный долгострой, которым я остался очень и очень доволен. И пускай он чувствуется как компиляция отрезков и остатков с предыдущих альбомов, и пускай он может многим казаться как слабейший в их дискографии, для меня он все равно предоставляет вот эту исторически креативную ценность, когда альбом Tool подвинул по продажам альбом Taylor Swift даже. И это очень заслуженно. Хотя, если бы треки были в два раза короче, то я был бы доволен еще намного больше. Это правда. Треки длинные просто пипец. Sleeping With Sirens – How It Feels To Be Lost – это тот альбом, в котором было абсолютно все то, чего я не приемлю и что я лично не люблю слушать в… там роковой и около пост-хардкорной музыке, ну то есть это и автотюновое нытье, и проходниковые гитарные аккорды, и бестолково кринжовый текст, но в комбинации всех этих дел получается вполне себе годный аналог поп-панка и поп-рока, идеальный для казуального прослушивания и скаканий вживую. Поэтому этот парадокс между отдельно ненавистными мне стилистическими деталями и годным результатом в общем заслуживает отдельного внимания в этом году. Конечно же, еще были шикарные альбомы The 69 Eyes, Barroness и Alcest, про которые по-своему вряд ли можно сказать, что это рок-альбомы, что это какая-то традиционная рок-музыка, но именно благодаря их различным подходам к гитаризму и построению музыки исключительно на гитарной основе, не перегружая тяжестью и долбильнее по барабанам, мне бы хотелось их причислить к рок-альбомам точно так же. Ну и по этой же причине примерно я хочу причислить альбом Fever 333 – Strands in Numbers. Звучит это дело как Rage Against the Machine в новой оболочке, где все звучит агрессивнее, острее и намного более, ну, корно, да, вот так в исполнении. То есть очень-очень классно. Теперь про core-альбомы. Тут большой развал схождения, поскольку их было наверняка, ну, больше всего среди всего того, что мы вообще обозревали и обсуждали на нашем канале. И да, наверняка у многих других в топах будут альбомы там из LA Dine или Kill Switch Engage, но я бы не хотел останавливаться на этих двух, поскольку обсуждение, какой альбом лучше, какой хуже, почему-то вызывают срочи в комментариях и в нашем Telegram-чате точно так же. Поэтому я лучше напомню про поразивший меня альбом Full of Hell, Weeping Choir. Это та нужная комбинация грайндкорной остроты и шумности при выразительности и непохожести на другое вот это кишкомотное месиво, представленное в жанре, и это в результате делает этот релиз для меня одним из самых интересных за год. Альбом Periphery, то есть это Periphery 4, Hales 10, также стоит отметить за его прогрессивный жесткач для core-релизов года. Особенно, если вспоминать, каким проходником занимались господа из группы в прошлом альбоме, эта работа на вот этих диссонансах и низкострунных грубах со сменами в мелодику уровня Animals as Leader Здорового Человека как бы намекают. Хочется также вспомнить и про альбом Whitechapel The Valley. Ввиду его вот этой животрепещущей искренности и дэдкорной грубости, Rings of Saturn гидим за то, что оказался на две головы выше альбом Infant Annihilator как по технике, так и по мелодике. Альбом North Lane Alien из-за его джентовой ориентированности и гитарного хруста. И, конечно же, все тот же мой любимый Crystal Lake с альбомом Helix, который хоть и вышел в Японии в конце 2018 года и который мы успели обозреть еще год назад, но после релиза на Западе его также можно смело причислять к топовым металлкорным альбомам за ориентированность на вот этот сильный темный рифф в гитаре и грамотно прописанные вокальные припевы. Но для меня самым лучшим корным альбомом и, наверное, одним из самых лучших альбомов года вообще стала работа Ischus Beautiful Oblivion. И да, я помню, что альбом Shrezor's Relationships звучит тоже очень здорово, особенно для русскоязычной группы, но Ischus для меня доделали вот эту музыкальную модель получше, ну, хоть и без саксофона, конечно же. Уже тот факт, что с первого прослушивания альбом Ischus я закинул в плеер и все еще не удаляю, говорит об этом прямо и непосредственно. Эта фанковая основа в ритмике вместе с внезапной прог-метальностью и высоконотным вокалом, ну, делают чудеса просто. С лучшими метал альбомами все проще и понятнее для меня. В этом году для меня отличились Sabaton и Insomnium, они же Bill the Babs, ведь музыканты все те же вроде как, но сперва мы вспомним, что в этом году был более-менее нормальный долгострой у Trammstein Deutschland, который подорвал очень многим пуканы по полной программе, а у меня вызвал вполне себе, ну, приятные и нормальные впечатления, несмотря на некоторую статичность и ощущение вторичности доброй части музыкального контента. Затем неожиданно интересный альбом Slipknot We Are Not Your Kind, от которого я ожидал больше попсовой вот этой стон-соуровости и вторичности, нежели получилось на самом деле. В реале вышла хорошая комбинация между привычной нью-метальностью и коровостью, что в результате заимело довольно позитивный эффект. Конечно, много треков перетянуто по хронометражу, и они звучат, ну, затянуто и даже долго. Но все равно, факт остается фактом, этот релиз один из самых интересных и еще один из тех, кто впервые заставил меня сделать видео с полным разбором на целых полчаса. Прогрессивный альбом Девина Таунсенда Empath для меня до сих пор является идеальным примером прогрессив металла своего собственного и уникального стиля. Здесь могут идти изначальные хеви-метальные квинты, которые внезапно могут скакнуть и свернуть куда угодно, но всегда удачно. Как я и говорил выше, мелодик дэд-метал года для меня это не Inflames, а In The Mask, который тоже был по-своему неплох. Это альбом Insomnium, Heart Like A Grave, который слушается до сих пор идеально, несмотря на свою чрезмерную длительность. Это один из редких вот таких атмосферных альбомов, от которого веет холодом и северным сиянием, вместе с нордическим изображением депрессии и попытки жить с ней в гармонии. Тем не менее, если выбирать один-единственный метальный альбом за весь год, то я выберу Sabaton The Great War. Ведь каждый, ну тупо каждый из его треков вызывает мурашки по коже и желание биться головой об стену от офигенности услышанного. Если появится когда-то возможность покупать и слушать виниловые пластинки с красивой полиграфией, этот альбом будет одним из первых для покупки. Здорово. Ну вот очень здорово сделано и исполнено по всем фронтам. Ну и куда же нам без отдельной рубрики ТОП КЕК ГОДА? Хреновые альбомы варьировались от проходника от Папа Роуч «Who Do You Trust», который показал, что музыканты из группы работают, ну, намного лучше в сольных проектах, нежели в групповых. Был мой любимый альбом Wild Ways New School, где было такое засилье автотюна и эффектов, что было откровенно слышно в одном треке «Мы парашные стороны». Хе-хе-хе-хе. Был откровенно хреновый электронный альбом «Gesafelstein Hyperion», где было абсолютно всё трендовое барахло, кроме оригинального звука маэстро, что сыграло ему только во вред. Но самый хреновый альбом для меня, из всех тех, которые мы обозревали, конечно же, это «Skillet Victorious». Да, он намного хуже, скупее и кринжовее альбома «Britme The Horizon Amour», под который, ну, хоть потанцевать хотя бы можно. Ведь звучит он сухо, даёт абсолютно бесхребетные вокальные линии под режущий уши инструментал, ну а текст-то вообще поражает своей необъяснимой кринжовостью. Это было на самом деле полным дном, от которого коллективу стоит оттолкнуться в будущем и дать что-то посильнее. Ну, если они хотят, конечно же. Вот таким вот разношерстным у нас получился с вами 2019 год. Я не могу сказать, что он был богат на какие-то там сверх ультра высококачественные оригинальные релизы, но был однозначно богат на громкие. Альбомы Tool, Rammstein и Sleep Note тому подтверждение. Естественно, это далеко не все альбомы, о которых мы говорили в этом году, но это самое знаковое для меня. А теперь мне хотелось бы услышать о ваших альбомах в комментариях. И, как обычно, позвольте выразить отдельную благодарность вам за то, что присоединились и остались в нашем уютном музыкальном пространстве. А так, это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, каков ваш личный топ альбомов 2019 года и на что мне сделать обзор в будущем. Также не забудьте поделиться своим мнением со мной в твиттере. Ссылочку к нему вы найдете в описании к данному видео. А так, это все на сегодня, дамы и господа. Всем спасибо и всем пока.